Тойота. Техническое обучение. Техническое обучение. Например, можно выбрать пять уровней громкости сигнала о запирании дверей или отключить его совсем. Рассмотрим систему настройки электронных компонентов. Система настройки электронных компонентов. Настраиваемые функции. Система настраивания электронных компонентов имеет много функций, которые могут настраиваться в соответствии с пожеланиями клиента. Показанные 10 функций в модели Lexus GS300 могут настраиваться по желанию. Это дистанционное запирание дверей, дверной замок, безопасность, автоматические стекла дверей, освещение входа, напоминание, регулировка освещения, раздвижная рулевая колонка, раздвижная крыша, воздушный кондиционер. Электронный блок управления кузовом автомобиля и другие блоки, управляющие этими функциями, связаны между собой. Спецификация данных о каждой функции хранится в памяти и блоку управления кузовом. С помощью тестера Toyota содержимое памяти может быть перезаписано в соответствии со спецификацией, отвечающей желаниям клиента. В сущности в этом и состоит назначение системы настройки электронных компонентов. Последовательность операций. Подготовка и запись текущих значений. Теперь рассмотрим последовательность операций по изменению спецификации функции системы. Сначала вставляем карту программы настройки в тестер Toyota. Подключаем тестер к разъему DL-C3. Поворачиваем ключ зажигания. Включаем сам тестер. Нажимаем на клавишу Enter и видим на дисплее главное меню. Выберем пункт настроить и нажмем снова на Enter. Проверим подключение к разъему и нажмем да. В соответствии с подсказкой на дисплее проверим текущие установки функций перед тем, как их изменить. В этом случае нам будет гораздо легче осуществлять проверку, если воспользоваться контрольным бланком настройки, прилагаемым к бюллетеню по обслуживанию. Во время проверки нажимайте на Enter. Когда тестер Toyota соберет все данные по этому автомобилю, переходим к пункту меню выбор функций. Это дистанционное отпирание дверей, дверной замок, безопасность, автоматические стекла, стекла, очистители, освещение входа, напоминание, управление освещением, положение рулевой колонны. Выберем дистанционное запирание дверей. Выбор пункта на странице меню дистанционного отпирания дверей. Напоминание об открытой двери, уровень громкости, дистанционное действие, найти автомобиль и другие. В субменю, выбор настройки, выбираем пункт предупреждать об открытой двери. На дисплее появится текущее состояние данной функции. Пишите текущее состояние в контрольный бланк настройки. Нажмем на кнопку Exit и вернемся в предыдущий экран. Таким же образом проверяем все функции. После завершения всех проверок можно будет задать свои значения функций. Последовательность операций. Первый пример. Теперь в качестве примера включим и выключим функцию автоматического выбора наклона рулевой колонки. Сначала, так же как при проверке, доходим до страницы выбор функции. Выбираем положение рулевой колонки. Среди предлагаемых вариантов выберем автоматически убирать наклон. Заметим, что текущая настройка включена. Выбираем выключить. На экране просьба о подтверждении. Нажмем да. Вы согласны изменить установку на выключить? Да изменить, нет отменить. Завершено изменение установки. Запишем изменение в контрольный бланк настройки. До. После. Мы вам продемонстрировали изменения в работе системы. Последовательность операций. Второй пример. Теперь, в качестве другого примера, посмотрим, как выключать установку автоматическое опускание стекол при отпирании замка. После проверки текущих значений, доходим до стадии выбора функции. Выбираем автоматические стекла. В открывшемся меню, находим пункт «Опустить при отпирании замка». Текущая установка «Да». Выбираем «Нет». На экране просьба подтвердить установку. Нажимаем «Да». При этом одновременно отменяется автоматическое открытие люка при отпирании двери, так как эта функция спарена с функцией опускания стекол. Запишем изменения в контрольный бланк настройки. До. После. Вам продемонстрировали изменения в работе системы. Другие примеры. Помимо рассмотренных здесь примеров, существуют многочисленные варианты настроек, которые легко задать с помощью тестера «Тойота». Продолжение следует. Продолжение следует... Надеемся, вы поняли, как производится настройка на тот набор функций, которые более всего отвечают желаниям клиента с помощью системы настройки электронных компонентов. Обращайтесь к информации о новых характеристиках автомобилей, пособию по ремонту и бюллетеням по обслуживанию для полного освоения данной системы. Продолжение следует...